Между тем, за рубежом многие политики рассчитывали, что судьбу российских легкоатлетов разделит и вся наша национальная сборная. Вы помните, МОК, правда, рассудил иначе наших атлетов по другим видам спорта, все-таки допустили до игр в Рио, пусть и с дополнительными условиями. Этот факт очень расстроил, например, главу ВАДы Крейгериди. Он заявил, что разочарован решением МОК. Особенно активно сокрушались также его коллега по американскому отделению агентства, еще чиновники аж из Австралии. Они были полностью уверены, что Россию следует отстранить от Олимпиады команду в полном составе. Видимо, только за то, что спортсмены россияне. Других поводов просто нет. Пожалуй, сильнее всего из решения МОК расстроились немецкие журналисты. Настолько, что даже нормы Эйцки, кажется, позабыли. Издание Бильд, не особо стесняясь в выражениях, вышло с разгромной статьей, в которой называет главу Олимпийского комитета Томаса Баха, цитата, «пуделем Путина». И обвиняет спортивного функционера в том, что он выполняет заказы президента России и при этом чуть ли не получает зарплату из бюджета Российской Федерации. Поиском доказательств немецкие коллеги по давней традиции себя не утруждают. Продолжаем тему Юлию Степанову, главного информатора ВАДА, на показаниях которой, собственно, истроились все обвинения в адрес российской команды, до Олимпиады не допустили. Она планировала выступать под нейтральным флагом, но чиновники не дали ей разрешения, поскольку спортсменка три года назад сама была уличена в употреблении запрещенных препаратов. В антидопинговой комиссии заявили, что такое решение может демотивировать многих других потенциальных информаторов. Но, видимо, в Олимпийском комитете решили, что одни только доносы не могут гарантировать атлету участие в играх.